Про желание. Хочу купить большую квартиру. Есть план реализации, но боюсь, что когда осуществится, дети уже вырастут и такая квартира будет не нужна. Как правильно желать, чтобы получить все вовремя? Давайте начнем с конца. Если это растягивается лет на 30, ну это красивая иллюзия. И вы себя убаюкиваете, что дети должны со временем потом будут оценить ваши усилия. Если это не может решиться, ну хотя бы там в 5-7-10 лет, и вы при этом будете себя спокойно чувствовать и даже не париться, потому что деньги зарабатываются состоянием, услышите меня, а не внешними факторами. Деньги — это энергия, легкость и профессионализм и абсолютного внутреннего знания о том, что если ваше решение нормальное, истинное, достойное, то оно распакует любое пространство. Я опять могу говорить, на ваш взгляд, крамольные вещи, но это так, по-другому никак. И самое оптимальное, к которому всех приучили, сейчас это ломается, это через тернии звездам, Господи, чуть не сказала в прямом эфире, привычную фразу, значит, через тернии звездам. То смысл 20-25-30 лет быть вот этой кабале в найме при очень нестабильной ситуации и вечером, и утром, и днём, одну мысль в голове крутить, что сейчас с работы выгонят, ипотеку не заплачу, и что будет, и потом это так, или это… Это же изнасилование, только ментальное, эмоциональное. Но зачем вы лукавите? Любое истинное желание, любое достойное, на что человек во что, вернее, готов вкладываться, оно силы придаёт. Импульс зарождается, энергия поступает, человек взлетает, но он летит, он не падает камнем. А у нас необдуманные вещи, сейчас я куплю пятикомнатную квартиру, 30 миллионов возьму в кредит, в ипотеку, и буду пахать до конца дней своих. Я просто вас хочу предупредить, что никто никогда чужих усилий, в том числе ваших, не оценит, потому что если в упряжке вместе не стоят. Всем со стороны кажется, что это очень просто. Высший пилотаж, попробуйте хотя бы подумать на эту тему. Высший пилотаж, когда человек делает что-то так просто, что вам кажется, что это само собой разумеющееся. А я вам могу сказать, что данный человек в свой профессионализм ввалил столько времени и сил. Он так себя классно перекроил, он так себе перетрусил всё через несколько сит для того, чтобы поверить в себя, чтобы иметь возможность и чётко отличать, чего хочу, а что навязали, и понимать перспективу, как это будет выглядеть. И держать, и вести эту перспективу так, чтобы шаг влево, шаг вправо, ну это чуть-чуть такой передых и дальше. Зачем грузить на себя то, в чём вы заведомо сейчас уже сомневаетесь? Зачем? В надежде, что дети оценят. Не оценят, если они не будут в этом участвовать. Ваши дети должны участвовать в том, что вы делаете, в том, что вы готовите, в том, о чём мечтаете, что вы хотите. Вместе выбирать нужно, вместе разъяснять, понимать, считать, садиться. Они умнее, чем мы. Что ж вы всё вот это из себя, вот этих жертв строите, всё себя куда-то на плаху кладёте? Нет бы другим показать, как нужно делать. А вы себя собой жертвуете, чтобы как-то оправдаться, что ли, или показать какие-то вот такие безумные поступки. Просто безумные. А потом дети всю жизнь расхлёбываются и ходят с этим патологическим чувством вины. Что вот родители на них повесили, я трудилась, я пахала, я квартиру зарабатывала, 20 лет ипотеку платила. Кто просил, да. Сначала давайте подумаем, как научиться деньги зарабатывать в новой реальности, в новой перспективе. Сейчас прошлого уже не будет. Уже не будет дешёвых денег, уже не будет того, что было на раздачу. Сейчас будет всё по-другому. Если вы не будете успевать за этими тенденциями, если не будете профессионально подкованы, если не будете уравновешены, если не будете понимать до ситуацию, а не попадать и не разруливать там вот это вот всё, не пойми, что. Ну это пагубно. Просто пагубно. Выдержат и выживут не все. Первое, нужно понимать, что происходит. И зачем, ради чего вешать на себя то, что заведомо вами отторгается. Вот с этой стороны подумайте, посмотрите ещё раз на то пресловутое желание, которое беретит вашу такую неспокойную душу.